Здравствуйте! В прямом эфире Вести Ульяновск в студии Татьяны Германы. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Уборочная в разгаре экватор пройден. В области намолотили полмиллиона тонн зерна. Идем на рекорд или нет? Хотели погреться на солнце, а получили головную боль и длинные очереди у страховщиков. Как ульяновцев коснулись массовые закрытия российских турфирм? Закончили тяжбу. Каким делом больше всего гордится Уфас в этом полугодии? Антимонопольщики подвели итоги работы. Уборочная в разгаре экватор пройден. На сегодня по области собрано полмиллиона тонн зерна. Это половина от запланированного. Быстрее всех урожай обмолачивают южные районы области, лидеры новоспасцы. В хозяйстве агроинвест. А зимую пшеницу почти 4 тысяч гектаров пашни убрали полностью. Урожайность аграрьев порадовала 35 центнеров с гектара. Это на 10 центнеров выше, чем в прошлом году. Качество таково, что рентабельность культуры составила 52%. И на каждом гектаре здесь заработали до 7 тысяч рублей. Залогом успеха в хозяйстве считают соблюдение технологий. Все сделали вовремя, делится агроном предприятия. Семенной материал рассказали в хозяйстве. В хозяйстве берем только одного сорта. Со всхожестью не менее 96%. Сорта пшеницы «Марафон» и «Харьковская» 92% в этом году предоставил не имени Теремирязева, не подвела и техника. Наш парк очень энергонасыщен. Если в прошлом году у нас работало два джандира с пассивными комплексами, то в этом году мы подготовили еще три пассивных комплекса. Их у нас сейчас будет пять. То есть, если в прошлом году пассивные площади озимых, я уже сказал, 3 800, то в этом году мы планируем посеять озимые культуры 5 тысяч гектаров. Всего же в хозяйстве 16 тысяч гектаров пашни. Это рыжик, овес, вика и кукуруза. Через пять дней уборочную здесь обещают закончить. Кроме новоспасов, озимую пшеницу полностью собрали в Индинском и Павловском районах. По урожайности же лидируют Меликевский, Ульяновский и Чердоклинский районы. А ульяновские туристы попали в лабиринт. В самый разгар летних отпусков путешественники пытаются вернуть потраченные на поездку средства. После оплаты заграничных туров лабиринт объявил о своем банкротстве. В списке пострадавших более сотни человек. Вот уже несколько дней они буквально с боем пытаются сдать документы на возмещение ущерба. Чтобы попасть в приемный кабинет страховой компании, сегодня очередь заняли с раннего утра. Приехали, мы очередь заняли. В 7 утра мы здесь уже были. Мы были, у нас было 5 человек. Вот эти 5 человек, вот сейчас первые, которые есть, они принялись. Я вот 13-я. Вот 13-я. Когда примут сегодня нас или не примут, это вообще. Работает у них только, значит, на приеме один человек. Больше других людей нет. Мы сегодня позвонили в свою фирму. Они что нам говорят? Только ничего. Помочь ничем не можем мы. Мы говорим, как мы здесь будем? Ничего. Он даже нам и трубку бросил. Да, езжайте и все, сами добивайтесь. Это уже четвертый случай банкротства на туристическом рынке. На официальном сайте туроператор объяснил это резким снижением покупательной способности населения из-за роста курса валют. Здесь также сослались на негативную политическую и экономическую ситуацию и запрет выезда за границу для военнослужащих и сотрудников внутренних служб. А самим путешественникам посоветовали обратиться в страховую компанию. В Ульяновской области такая одна. Мы вообще не местные. Приехали из другого города. Нам еще, возможно, придется приехать завтра. И послезавтра неизвестно. То есть мы пострадали полностью. Отпуск сорванный. Сын перед школой хотел отдохнуть. Мы хотели отдохнуть. А отпуск вот в этом заключается. Даже в туалет сходить некуда. Сегодня министр культуры России Владимир Мединский заявил, что необходимо ввести лицензирование турфирм для того, чтобы в полной мере защитить туристов. И добавил, как только все туристы вернутся на родину, правоохранительные органы начнут разбираться с компаниями, которые пытаются переложить ответственность за случившееся на государство. В управлении Федеральной антимонопольной службы сегодня подвели итоги работы за первое полугодие. За это время в ведомство поступило около 260 заявлений. В итоге, после проверок, сотрудники УФАС возбудили около 50 дел. Часть фигурантов исправили нарушение после предупреждения антимонопольщиков. Другим пришлось заплатить штрафы. А это около 3,5 миллионов рублей. Можно, конечно, критиковать. Но когда критикуем на первое полугодие 2014 года, оно показательно в том отношении, что показало совершенно новую, качественную работу наших сотрудников. Я почему говорю качественную? Потому что цифры вы увидите, они где-то выросли, где-то остались на том же уровне. Но именно в этом полугодии мы выиграли практически все суды. Абсолютно все. По некоторым направлениям 100%, по другим 95-96%. Вот такого показателя у нас пока еще не было. Одним из самых громких дел сотрудники антимонопольной службы считают процесс против Волжской территориальной генерирующей компании. История эта длится с 2012 года. Тогда антимонопольщики назначили энергетикам штраф в 8 миллионов рублей. За незаконные цены на горячую воду. Несколько лет длились разбирательства. И вот 19 июня 2014 года очередная инстанция подтвердила законность претензий регионального УФАС. Волжской ТГК придется выплатить еще 16 миллионов штрафов в казну государства. Сейчас короткая реклама. Во второй части программы вы увидите. Таксисты Ульяновска предпочитают работать нелегально. Почему профессия бомбилы пользуется такой популярностью, что мешает записаться в официалы. Улицу железной дивизии закроют для авто. Дорожникам мешают работать припаркованные машины. Какой срок правительство дает на латание дыр. Одна поднялась семью в 45-м и дождалась проправнуков 2000-х. Столетняя юбилярша делится секретами долгожительства. Это Вести Ульяновск. Продолжаем выпуск. Таксисты Ульяновска предпочитают работать нелегально. Эта проблема сильно волнует чиновников и мало беспокоит ульяновцев. Почему профессия бомбилы пользуется большей популярностью и что намерены с этим делать власти, узнала Елена Гончарова. Это ульяновский таксомоторный парк. 9 утра, пересменка. Уставшие за ночь машины. На приколе в медкабинете водителей готовят к дневной вахте. Осмотр, измерение давления и, конечно, подуть в трубочку. Владислав Строгов процедуру знает наизусть, как и все плюсы своей профессии. Здесь наличие медкомиссии, техосмотра, вопрос безопасности легальной такси, квитанции, оплата по безналу. Это все то, что необходимо сейчас, в настоящее время нашим клиентам. В принципе, мы такие же люди. Это наши родственники, это наши близкие, это наши соседи. На улице или, как говорят, от бордюра, такси с шашечками ловить тоже можно. Мало того, это выгодно. Метры в рубли специальный GPS-таксометр пересчитает по заранее определенному тарифу. Стоимость услуг наберется не с потолка, не из шальной головы водителя, а согласно установленными нами тарифами. Есть городской тариф, есть загородный тариф. И в пределах установленных тарифов мы работаем на рынке. Для нас нет разницы, пассажир позвонил в диспетчерскую, либо он стоит и хочет уехать в новый город. Мы всегда отвезем его по одному и тому же тарифу. Только вот не все ульяновцы понимают плюсы легального такси, сетуют водители. Многие предпочитают пользоваться услугами левых извозчиков, где расценки все же чуть ниже. Ведь им не нужно платить налоги и обеспечивать безопасность. Да и сами таксисты сетуют. В теневом бизнесе выручка больше. Вот тот, кто платит все налоги, у него затрат, он, допустим, получает, ну, например, заработал тысячу рублей в день, да, из этих тысячи, он 500, вот, однозначно 500, это у него в расходы уходит, даже больше. А тот, кто, вот, просто шабашит, просто тихонько, значит, так вот, после работы раз выехал, он тут тысячу заработал и всю ее в карман положил. В результате только за последний год более трети владельцев фирм службы такси сдали свои лицензии. А началось все в 2005-м, рассказали в госинспекции. В стране отменили закон о лицензировании деятельности такси. И частным извозом стали заниматься все, кому не лень. Рейды по выявлению нелегалов помогают мало. Наказание для бомбил уж более чем несерьезное. Если мы восстанавливаем такси, легальные такси, да, если берем отсутствие питьевого листа, там должна быть отметка медика, отметка техника. Там начинается штраф от трех тысяч и кончается ее лицом до 30, там, 60 тысяч. Нелегальные штрафы гораздо меньше. Чтобы хоть как-то сдвинуть вопрос с мертвой точки, в Ульяновске и во всех районах области решено создать рабочие группы. Выработать ряд мер и озвучить их в августе на Всероссийском форуме таксистов в Санкт-Петербурге. Ну а пока ульяновские пассажиры предпочитают рисковать, а водители уходить в тень. При этом бюджет области теряет миллионы рублей налогов. Елена Гончарова, Герман Баранов, Вести Ульяновск. Улицу Железной дивизии предложили закрыть на неделю. Вынужденная остановка движения должна ускорить ремонтные работы дорожного полотна. Такое предложение рассмотрели областные власти на заседании штаба по вопросам дорожного хозяйства региона. Ремонтные работы на центральной улице подрядчик начал позже оговоренного срока. Пока здесь выполнена лишь пятая часть контракта. Дорожники завершили фиксирование полотна, заменили бордюрные камни и подготовились к укладке плитки между рельсов. В итоге срок завершения ремонта перенесли на 20 августа. На сегодняшний день в рамках большого контракта на 137 миллионов рублей проводятся работы по улице Фасадной. Тут проводится работа по улице Марата и по улице Железной дивизии. Что касается улицы Марата, на сегодняшний день там выполнена работа на 7%. На этой улице до 31 августа подрядчики должны полностью заменить трамвайное полотно, а также реконструировать асфальтовое покрытие. От графика дорожники не отстают, заверили представители власти. Напомню, только в этом сезоне отремонтируют около 250 километров магистралей. Уже заключены контракты на сумму почти в полтора миллиарда рублей. А это 95% от запланированных средств. В центре особого внимания школьные маршруты. Ремонтные работы сейчас продолжаются на 112 таких магистралях. Большинство из них находится в Индзинском и Майнском районах. Самые плохие школьные маршруты, чтобы их капитально отремонтировать, определяем отдельный лот, но 180 миллионов в этом году. Это 8 школьных маршрутов, из них уже 4 отремонтированы, сданы. Три в работе и с 10 августа, там коротенький маршрут, в Новом Алклинском районе мы его закончим до 25 августа. В целом объем ремонтных работ в этом году увеличили. Сейчас в нормативное состояние привели дорожное покрытие площадью почти в тысячу квадратных метров. Это чуть больше половины от запланированного. Подготовка к зиме, благоустройство, а еще меры безопасности на городских водоемах. Эти вопросы стали главными на сегодняшнем аппаратном совещании в администрации Ульяновска. Как идут дела в городском хозяйстве, об этом наш следующий материал. Ульяновск на хорошем счету. У родины Лерича второе место на ежегодном конкурсе «Самое благоустроенное городское поселение России». Почетная награда – плод совместных усилий властей и жителей Ульяновска. Обычные люди все чаще демонстрируют творческий подход. Сначала вот тут же вообще строитель жил когда-то, и тут все было зацементировано. И я долбала, вывозила. Сначала у дома чуть-чуть порядок наладила, потом вот эту клумбу сделала. Ну, потом потихоньку, потихоньку. Благоустройство – это не только цветники, клумбы, парки. Это и чистые дворы, и ухоженные бордюры, а еще нормальный асфальт. Но дороги иногда копают. Причина – порывы трасс. Правда, городская теплосеть обязуется до 28 августа закрыть этот вопрос. На сегодняшний день на территории города остается 103 раскопки. Из них 31 раскопка – это теплоэнергетические предприятия и водоканал. Все остальные – это строительные раскопки, которые в строительный сезон ведут то или иное строительство. На сегодняшний день по крупным предприятиям просрочки по раскопкам нет. Управляющие компании уже провели промывку и опрессовку отопительных систем во многих домах. На очереди – ведомственное жилье. Зима не за горами, но и летом забот хватает. Сергей Панчин призвал к бдительности во время купального сезона. В этом году летом уже утонули 12 человек. Все наши спасатели должны четко работать, все аншлаги, руководители районов, осуществлять трехразовый объезд по территориям, где на сегодняшний день возможно купание населения на воде, но там, где не разрешено. Городские спасатели принимают меры. На базе специального центра они уже обучили около 40 ульяновцев. Тем, кто прошел курсы, стали матросами-спасателями. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Лучшим созидателям вручили награды. В преддверии профессионального праздника в Ульяновске сегодня чествовали представители строительной отрасли. Торжественная церемония прошла в зале дворянского собрания. Региональные награды, благодарственные письма получили почетные строители и архитекторы. Пенсионер Анатолий Петрович строительную отрасль покидать не спешит. Свой трудовой путь начинал простым формовщиком. Теперь руководит церковь. Понимаете, уже с детства я привык что-то строить. У меня брат тоже работал на шелеком, до этого же заводе. Ну, как-то, ну, пошли по династии. Ну, в общем, люблю я свою работу, свою профессию. Почетные знаки отличия строителям вручил глава губернии. Он отметил высокие достижения в отрасли. Так в регионе действует сразу несколько крупных строительных предприятий, продукция которых востребована даже за пределами области. За последние 10 лет объемы жилищного строительства в нашем регионе увеличились более чем в 4 раза. Только в прошлом, в 2013 году, мы с вами ввели в эксплуатацию 634 тысячи квадратных метров жилья. А уже в этом, этот показатель мы доведем до 713 тысяч. Не дарил тот год, когда мы выдадим свой первый миллион. Такие темпы строительства регион должен взять в 2016 году. Столетний день рождения отмечает сегодня жительница Ульяновска Мария Грызунова. На праздник каменинницы приехали внуки, правнуки и даже прапрап-внучка. С подарками и цветами навестили юбиляры представители администрации района и Департамента социальной защиты населения. Мария Пугачева продолжит. Подарки, цветы и поздравления. Сегодня в доме Марии Федоровны много гостей. Главное застолье еще впереди, а пока официальные поздравления от региональных властей и даже от президента России. Зарешите вам вручить подарки, открытки, цветы. Трое детей, 11 внуков, а уж правнуков не счесть. Мария Грызунова прожила долгую и достойную жизнь. После того, как в 45-м на фронте пропал без вести муж, женщина одна подняла семью. Успевала все и на работе, и дома. За это ей особая благодарность от родных. Она у нас красавица, умница, чистенькая, опрятненькая, трудолюбивая. Всю жизнь она работала. Кроме традиционных подарков и поздравлений, Департамент социальной защиты подготовил для вековой именинницы еще несколько сюрпризов. Например, полностью отремонтировали подъезд. Таких долгожителей у нас в регионе немало, говорит начальник городского управления социальной защиты Елена Фололеева. И всех мы стараемся не только поздравлять с датами и праздниками, но и поддерживать в повседневной жизни. Конечно, внимание данной категории граждан со стороны органов власти, со стороны социальной защиты населения осуществляется и ко всем знаменательным датам, и к 9 мая, и с днями рождения, и с другими событиями. Так как люди, дожившие до такого события, до такой даты, они уже зачастую не выходят сами из дома. За ними осуществляют уход и родственники. Иногда, если нет родственников, то, значит, со стороны органов социальной защиты осуществляется такой данный уход. А Мария Федоровна уверена, залог ее долголетия – дружная и крепкая семья. Вот уже и у младшего сына скоро юбилей и золотая свадьба. А это дорогого стоит. Мария Пугачева, Борис Шабалдов, Вести Ульяновск. И в завершении выпуска предупреждения от сотрудников МЧС по прогнозам метеорологов. Сегодня в ночи и завтра днем местами по области локальные грозы с кратковременным усилением ветра. До 15-20 метров в секунду. В отдельных районах – град. Спасатели советуют такую погоду не выходить на лодках, катамаранах и катерах на воду. Это опасно для жизни. А сейчас подробный прогноз погоды. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах возможен град. Ветер северо-восточный, умеренный. При грозе сильный, порывистый. Температура воздуха ночью по области от плюс 12 до плюс 17 градусов. В Ульяновске плюс 14-16. Завтра днем по области 24-29 градусов. В Ульяновске плюс 25-27. Это была последняя информация выпуска. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова